С Веноса знамени начались военно-спортивные соревнования, юно-армейская звездочка и собственно сам пятилетний юбилей клуба воин. Элементы строевой подготовки и исполнения юных патриотов. Это развод караула аналогичный тому, что проходит в Москве на Красной площади. Раз, два, три. Реально сам 28 лет отслужив в армии, имея представление о том, как формируются знаменные команды, как могут представлять достойно вооруженные силы Россию. Я сегодня увидел то, что действительно был восхищен знаменной группой, показательными выступлениями. Дело в том, что все, что здесь происходит, мы начинаем первый этап на базе Воскресенской, первый этап областной игры, военно-патриотической игры с военно-исторической реконструкцией. Ни шагу назад, позади Москва. В декабре отмечается начало контрнаступлений советских войск под Москвой во время Великой Отечественной войны. На соревнования, посвященные этой дате, приехали семь команд с юго-востока Подмосковья и восемь из школ нашего района. На ребятах и ступена такая же форма, как была у кадетов императорского корпуса. Но главное для наставников – воспитать детей патриотами Отечества. На эти соревнования показывают уровень подготовки. То, чему мы обучаемся у нас в кадетском объединении. Здесь они показывают свои навыки, свои качества, в общем-то, то, чему научились. Строевые подготовки – самое важное. Правильно держать руки, слушать командира. Этапы соревнований – это сборка и разборка автомата, стрельба, 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 осмотры, эстафеты, викторина, бросание гранаты. Принимающая сторона – ребята младшего возраста клуба «Воин» участвовали в соревнованиях, а старшие помогали в судействе. Опыт у ребят большой. Это не только участие в различных соревнованиях, но и поисковая работа. За пять лет они подняли останки 84 бойцов Красной Армии. Из них установлено четыре имени. Когда моя команда впервые обнаружила войца, для меня это было первый раз, и это было очень большое впечатление для меня. Мне дало много друзей, много настоящих друзей, которые, я знаю, точно меня не предадут. Мне дало много навыков военной подготовки, очень много приоритетов для будущего поступления. «Бороться и побеждать» – такой девиз у основателя, наставника военно-патриотического клуба «Воин» Николая Хохлова. Он объединил детей и подростков. Изучаем разные науки, как военно-прикладные, так и устраиваем всякие спектакли. Ну, плюс мы еще и поисковики, то есть мы работаем по многим, учим историю, очень пристально учим историю. Главная задача, чтобы дети росли здоровыми, крепкими, счастливыми, умели поставить себе цель, достигнуть этой цели и пойти дальше. По итогам соревнований ребята клуба «Воин» стали победителями. Второе место у 22-го лицея – бронзосоревнование у 17-й школы. Награды вручил депутат Госдумы Алексей Русских. Мы поздравим ребят из клуба «Воин» и пожелаем им всего-всего самого наилучшего продолжать в том же духе и воспитывать настоящих патриотов нашей Родины. Поздравляем! Кубок «Воина» уехал в Реутов, но на этом праздник не закончился. На торжестве ребят поздравили почетные гости. Помимо подарков, ребята вместе с наставниками получили награды. Они, в свою очередь, показали спектакль, в котором отразили историю создания патриотического объединения. Гордость клуба – выпускники, курсанты вузов, Министерство обороны, Федеральной службы безопасности МЧС, МВД России. «Воин» стал для них школой жизни, которую сейчас проходят около ста ребят. Мы вороки, врачи, велики, 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 велики. Евгений Светлый, Руслан Полянин. Новости Искровект.